Активисты ОНФ сообщили о крупной несанкционированной свалке снега практически в центре города. Очевидцу, который обратился за помощью к общественникам, удалось заснять КАМАЗ-нарушитель с выключенным светом фары в кромешной темноте. Именно так, по словам свидетеля, машины со снегом уже не первый год едут разгружаться на улицу Мельничную. В это время в стенах администрации подрядчики отчитываются о том, что наведут в городе порядок за 10 дней. Подробности у Ольги Шмыриной. Глубокая наезженная колея явно от колес большегрузов ведет к высоким снежным кучам. Грязно-коричневые валуны лежат здесь не первый день. Их уже успело запорошить. Судя по количеству снежных масс, их сюда свозили минимум неделю. Очевидец, обратившийся в ОНФ, уверяет, что КАМАЗы приезжают на это место регулярно, по ночам. И чтобы не привлекать лишнего внимания, двигаются с выключенными фарами. За складирование снега в несанкционированном месте грозит внушительный штраф. К тому же, эта снежная свалка уже вплотную подошла к водозащитной полосе. Машина, которая была зафиксирована, она относится к частнику. Есть предположение, что с данным физическим лицом работает какая-то организация, и она уже осуществляет вывоз сюда снега. Естественно, что снег свозился не один день. Мы видим, что этот снег здесь вывезен в большом объеме. А это обозначает, что с начала зимы сюда на постоянной основе свозится снег вместе с ветками и со всеми сопутствующими бытовыми отходами. Активисты ОНФ уже обратились в прокуратуру. Теперь специалисты ведомства устанавливают организацию нарушителем. Была это управляющая компания или подрядчик по очистке от снега улиц города? Так или иначе, в курс дела активисты ОНФ пообещали поставить и городскую администрацию. По мнению общественников, чтобы подобного не повторялось, нужно обязать всех подрядчиков оборудовать спецтехнику системой ГЛОНАСС и перестать оплачивать работу по вывозу снега, основываясь лишь на бумажных отчетах. Сейчас в контрактах, предъявляемых подрядчику, нет обязательного условия для того, чтобы на технику устанавливалась система спутниковой навигации. Куда машина выезжает, в какое время, какая конкретно машина установить не представляется возможным. На сегодняшний момент каких-то серьезных претензий нет. Подрядная организация быстро и активно реагирует, техника есть. И не просто по отчетам, надо все это контролироваться. По вывозке там кубы не можем просто так подписать. Подрядная организация с этой задачей, которую мы ставим, они справляются. В то время как главный ответственный за чистоту докладывает главе города, что претензий к подрядчикам нет, жители города буквально кричат, у них претензии есть. В соцсетях то и дело появляются фото, как снег в форуме выгружают у дворца дымка или вот прямо под окна жильцов Науридского. Последний случай – площадка у вокзала на Преображенской. Подрядчик запланировал работу по снеговозу с этой площади, но принять снег на снежной свалке не смогли. Подрядчику пришлось вывалить там же. Глава дирекции дорожного хозяйства сегодня доложил и о том, что один из четырех официальных полигонов для снега временно не работает. На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы привести город в порядок, сказал дней 10 не меньше. Вот только на следующей неделе, по прогнозам, вновь снегопад. Елена Ковалева скомандовала ускорить приборку, ведь если не успеть, ситуация может выйти из-под контроля. Обратить надо внимание на машины, которые неделю, месяц уже находятся просто на проезжей части. Это надо ликвидировать. Нужно в максимально короткие сроки проработать вопрос и организовать муниципальную штрафстоянку. Процедуру эвакуации машин власти уже сегодня должны были обсудить с автоинспекторами. Подсказывать ответственным, где и что в городе стоит почистить и посыпать, пообещали активисты ОНФ. Они напоминают, что акция с хэштегом «Опасный лед Киров» продолжается. Фотографируйте скользкие и неубранные от снега участки, выкладывайте в сеть и ставьте хэштег. Информацию общественники собирают ежедневно и направляют в мэрию. К тому же, по распоряжению главы администрации реагировать на жалобы кировчан коммунальщики обязаны в течение суток. Ольга Шмырина, Никита Рябинков, информационный канал «Город».